Создатели программы Маркиза проводят литературный эксперимент длиной в 4 года. В 2015-м появился проект «Стихи для всех». Кроме взрослых, произведения тогда декламировали и дети. И вот сейчас решили взглянуть на подросших дикторов. Как изменились они сами и восприятие прочтенных стихов Екатерина Молчанская увидела. И он куста моим приник и вырвал грешный мой язык. И празднословный лукавый, и сжала мудрее змеи в уста замерзшие мои. В той же студии тот же текст. Четыре года спустя стихи читают повзрослевшие герои программы. Гулял по улице синок, не тот узок, не тот кусок, гулял метель и сон тепёк. И под дождем гулял мог, и даже если шёл снежок, гулял по улице щенок. Впервые в этой студии она оказалась, когда ей было четыре, и говорить страшно не было. Я была очень маленькой в синем платье. Первый раз, когда самой. Вере Картозаевой досталось стихотворение Геннадия Шпаликова «Бывают крылья у художников». В свои восемь лет она занимается в музыкальной школе, играет на флейте и мечтает стать большой артисткой. Наверное, поэтому столь вдохновляющее произведение считает близким себе по духу. Крылья — это как бы вдохновение. И художники открыли его, потому что они выражают свои эмоции рисунками. Юля Бочарова, кажется, взволнована намного сильнее, чем тогда. Четыре года назад она выбрала стихотворение Николая Гумилёва «Жираф». Очень понравилось. Строки настолько запали в душу, что перед съёмкой ей даже не пришлось повторять текст. Не знаю, кем я хочу быть, но, наверное, воспитателем в детском саду. Четыре года назад в съёмках проекта «Стихи для всех» приняли участие около 50 детей. Авторы, создатели программы «Маркиза» ставили перед собой задачу показать сравнение, как видят великие произведения мастера, признанные актёры и дети. Теперь ещё интереснее. Зрители смогут увидеть, как меняется с возрастом взгляд ребёнка на поэтическое произведение. Буквально между строк увидеть процесс взросления. Мне кажется, очень интересно, как дети читают эти же самые стихи спустя четыре года. Всё равно видно, и мне не надо даже ничего рассказывать об этом. Видно изменения, которые произошли в них, в их понимании. И нам очень хочется, чтобы вот это чудо соединения почувствовали наши зрители. Премьера повзрослевшей программы на телеканале «Россия-24» 9 марта в 22.10. Читайте стихи про себя и вслух, про всех и про себя, для себя и для всех. Екатерина Молчанская, Алексей Новиков, Кирилл Логинов, Вести, Саратов.